видео все-таки оборвалась тогда это новая серия поэтому хею гей своими шимики и мы продолжим проходить иру под названием супер ламинат если же нет тогда я просто говорю сам собой как и обычно поехали мэтт и фрам гартинс ноябрь 22973 70 причем здесь код уже типа горизонтальными к а загрузочка скорее всего сейчас будет что-то связано с живым неживым или нет но за типа с размерами было довольно сложно самом деле врубиться я думал понимаете нужно было сделать такую очень время возобновилось нужно было просто время как там сделать так то есть не блять портал таким чтобы типа я мог пролезть через скважину показания но нужен вопрос скважину просунуть активирован протокол аварийного выхода пожалуйста подготовьтесь выйти из samsung через 10 98 ошибка ориентированный протокол зашифровал ошибку идет анализ и ждите анализ ошибки завершён вы демонстрируете симптомы с 8 для выполнения чувства страха отчаяния и подвали это невозможно доказать что терпение сам клуб помогает заглушить данные эмоции окей я понял гипотеза пациент не справился с ориентацией заключение невозможно переформируете улучшена гипотеза пациент требуется дополнительная терапия самона заключение невозможно где верить протокол аварийного выхода протокол аварийного выхода был аварийный уничтожен инструкция все ресурсы для ориентации исчерпаны чтобы потерпеть сам клуб бессрочно вне зависимости порядка на этом салат на ориентированный протокол завершён до свидания положи то есть я мог тогда кто-то просто бежать и так понимаю ага то есть ребята видите здесь был момент как раз тут попал я как-то момент страна она со времен связана а а а вау 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 нифига себе ну блин я не знаю может быть здесь какие то есть моменты когда я могу что вот тогда когда буду эпизод переигрывать нужно будет проверить просто не запускать часы типа не там не там нету проход и что ведет страна и я ничего сделать не могу в том проблем понимать тут вообще ничего не нажимается но игра довольно как эта музыка такая страны с и и и и и странно тут ничего не нажимается О, картина. Вау. Ха. Здравствуйте, меня зовут доктор Генниел Пирс. Спасибо за прохождение стандартного ориентированного протокола Сома Трейг. Прежде чем начаться первофазовую терапию, я бы хотел кратко объяснить ограниченную и хрупкую природу сновидения. А зачем мне что-то объяснить, если мы уже почти прошли игру, наверное? Вау, вау, вау. Интересно, куда приду. А, к потолку я приду, понятно. Ну, поехали. Так, и зачем мне не в помощь? Так ведь, так ведь. Нет, надо здесь не запрыгнуть. Фигня в чём? Куда мне идти? Фигня в том, что я не пойму, куда мне идти. Фигня в том, что я не пойму, куда мне идти. Ну, примерно я понял. Нужно внимательно смотреть, прежде чем куда-то идти. Разумеется, ничего сложнее, чем нестабильная перспектива. И фундаментальные изменения в пространстве, в результате которой вы сталкиваетесь с устрашающим испытанием, а пройти которые по-другому невозможно. Типа я шарил. Типа мне нужно кубик теперь собрать. А-а-а. Ву-у-у. пойди я могу даже залететь туда слышать то что по факту туда и что хотите сказать разве нет вначале ему когда меня типа отправил в космос туда наверх может меня сейчас автоматически туда поднимут выход в другой стороне так выход логично было что выход не там хотя все обманчиво лучше во все врезаться здесь фигня что нужно а он не прыгает у меня интересно можно туда запрыгнуть сейчас будем запрыгивать куда куда возможно типа я понял так время идет так запомнили хорошо проверяем время не идет огнетушитель использованы все в чем фокус вот как-то наверх нужно попасть опа все теперь здесь дверь что тс-1 тс-2 так обратно не даю до залезть тс-1 что прикол замечу что это тоже тс-2 и как же все запутано тест 3 а все я понял мне нужно идти туда куда мне показывают идите туда где была последний раз дверь 0 я просрал нужно короче идти в противоположной стрелке здесь главное куда ты посмотришь на нужно вопрос смотреть в противоположную сторону вау и по жидкая вода который можно ходить готово Наконец, стоит отметить, вы понимаете, что каждый пациент уникален, однако вы должны застанавливать, что полностью исчерпать запас ваших соблюданий, и вполне возможно, вы погрунитесь в состояние, от которого невозможно пробудиться, даже с помощью специальной аппаратуры. Пропал. Так, подожди, что здесь? Здесь просто проход, хорошо. Эта комната тоже была, нет? Хм. Показался очередной портал. Ладно. Ни туда, ни сюда. Ладно, пойдем по прямой. Что происходит? Что происходит? Острелка. Пожалуйста, пытайтесь расслышать звук в будильниках, который раздается автоматически, если вы приблизитесь к дистанции. Острелка. Что происходит? Острелка. Баааа. Прикольно сделано. Прикольно сделано. И? а ну это сейчас только что она сделает в то что ну видно видеть смотрите это именно дорога а и вот картонка ты идешь идешь его дала сейчас только начинает появляться мне нужно сделать вид что и в картонке да ходила счетов все хотели счетов если что у нас еще есть 20 минут о это уже нестандартная комнатка у нас это крайне похоже было что в дистанционной среду сонок вопрос у пациентов нет особо к этому сновидению да ладно диагностические предупреждения нереалистичное использование объектов может привести к нарушению целостности сновидения типа здесь все закрыто когда я понял почему мы шатали дом и и их не врубаюсь что мне делать максимальная страна а я теперь понял стихом я теперь понял мне нужно еще меньше сделать домик вот где-то такой а класс диагностика предупреждает возможно не только у превращения парадоксов дело в том что не врубаясь куда вместе теперь так я что видел то можно схватить было тихо 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 что делать если не шарю я вообще не шарю диагностическое предупрежение возможно протокол предусмотрен парадокса введения что за бред пошли дальше делать ну сам я маленькими ничего не включить ничего не сделать ведро залазь просто да и все еще такую непрогруженные текстурки невидимы и главный фиг поймешь типа я зашел сюда тут типа нихера нету там вот что-то есть то просто тень ладно и все же я не шарю все же я не шарю короче есть вера его я вот взял для я не не могу вырасти смысл а теперь я на то что и смотрю я есть это с дом воздержитесь от позади сара дождь это может привести к парадоксу пожалуйста как взрыв мне нужно успеть вернуться что Ну, пошли Коридор просто имеющий Хо Интересно Это странности Ладно, давайте чисто по прямой пойдем Посмотрим, что будет Странно Просто пропало Здравствуйте Меня зовут доктор Глен Пирс Много лет назад мне приснился сон Оказалось, в каком-то месте, где мне стало ясно Сема рождаются из пустоты Где все, я воспринимал, принимал именно таким формам, которые я хотел Провел Ага Ладненько, пойдем далее Так, идем, ладно, по конусикам Куда там Ага Какие-то оплаты. Я с нами куда-то упал. Я опять где-то в безвыгодной ситуации. Ага. Ага. Хорошо. Так я могу не пройти. И... Пойти по прямой, да? Либо пройти сюда. Ладно. На втором прохождении мы сходим туда. Второе прохождение я, наверное, просто частями сделаю. Типа покажу вторые, другие варианты, если сделать так. Есть у меня четыре варианта, ну, момента, где такое нужно сделать, чтобы именно попробовать. Но пробел также поставил передо мной самые сложные испытания, которые я только мог представить. У меня за спиной была целая жизнь, а на плечах и весь жизненный опыт. Я понял, что видеть вещи так, как мне хочется, это не так просто, как раньше. Так, я вижу какой-то маяк. Просто, смотрите, есть момент, когда мы могли пойти прямо, либо пойти там, где мы доски сорвали, это раз момент. Второй момент, я мог бы просто прыгнуть в дырку. Третий момент, когда выключать или включать часы, я их постоянно включал, может, нужно было их оставить включенными. Потом, следующий вариант, это вот как раз тёмная лестница, которая была, походу, наверх. Ещё были такие вот моменты. Несколько. Тоже с часами, типа я мог, ну как, не с часами, я мог бы подождать, либо пробежать. О, двери. Так, давайте, наверное, пойдём в синюю. Не знаю, есть разница, нету, мы пойдём в синюю. Нету разницы, всё хорошо. Моё дело было узнать. Ладенько. Здесь тоже что-то непонятное у нас идёт. Так, ладно. Мы в окна, да, пытались сюда, в тёмное, закрытое. Блин. Нужно, 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 не нужно мне. Понять, насколько это всё ещё будет. Вот. Ну, что далеко за гранью, смотрите, не раз такой. Так, если подали ещё никто не будет так и возвращаться. Но мы надеемся, что вам это понравится. Всё-таки, если вся суть в перспективе, то стоит сменить точку зрения, и невозможно станет возможным. Ничего не возможно. Это не так, что вы пришли сюда? Ага, с белыми я тоже падаю. Всё запомнил. Ммм. Наступил. А, и тут неважно какой цвет. Лучше так, вот так делать, чтобы я хотя бы видел вот эту пешку. Хер его знает, может здесь тоже нету. Чуть наверняка. Нужно. А, это не проход. Так, это про стена, да? Ага. Хорошо, допустим. Допустим, допустим. так я вижу куда лучше прыгать куда нет или мне нужно провалиться хорошо все мы просыпаемся да все это конец игры по ходу типа 8 утра а это типа сон сколько мы спим да я тут думал это уровень знаете если это на самом деле конец то я начну оценивать охру нет еще не конец или такие фрезы здравствуйте меня зовут доктор генн спирс а вы уже наверное поняли что все произошло именно так как должно было если люди приходят в наш институт потому что им кажется что они потеряли что-то но части всего проблема не в том что трудности с которым мы сталкиваемся нельзя решить проблема в том что мы так боимся провала что оказывается смотреть на проблему с другой точки зрения поэтому делаем одно и то же снова и снова снова и снова именно так разумеется приходит к провалам в котором мы не можем что за звук а 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 и это или а а а да жесть это всегда всегда борьба и в ней всегда есть пробел сегодня в ваших Так вам выпал шанс посмотреть это с другой стороны. И хотя вам пришлось соскнуться с преградами, преодолев которым по-настоящему казалось невозможным, вы вошли из рамки своему раду. Если вы смотрите на жизнь под другим углом, вы понимаете ее истинную сущность. Если вы двигаетесь вперед, то не важно, сколько далеко вы сошли с указанного пути, и каким неожиданным вас предстригают, вы уже вышли в свой путь. Вот здесь мне нужно интересно вот в ямку упасть. Ну блин, есть какие-то моменты интересующие меня. Поэтому я верну в этой же серии как раз и проверю некоторые моменты. Не знаю, сколько мне это времени займет, но блин, так как я уже знаю, что мне делать нужно, я думаю, это займет не так уж много времени на самом деле. Через несколько минут вы вернетесь в реальный мир, и вам даже может показаться, что это была одна большая иллюзия. Как в чем же был смысл всего этого? Однако, вы и силы смерти в вашем путешествии было реальным ровного стучка, насколько вы хотите. Осталось лишь одно. Открыть глаза. Супер-лиминал. Вот такая вот, друзья, игрушка у нас. Что можно сказать о ней? Довольно прикольное то, что она сделана от... Блин, я всегда путаю. Третье и первое лицо. Это получается от первого лица, да, у нас. То, что... Это головоломки, окружающие нас, и... Здесь есть какие-то выборы. Не знаю, насколько они вообще вот... Подожди, сколько здесь в урне? Погружение, оптика, кубизм, отклонение, клон, кукольный домик, лабиринт, пробел, ретроспектива. Это как... Перезапишет. Давайте сначала... Я, наверное, с погружением... Ну, блин, игра довольно прикольная. Атмосферная такая, музычка. Есть моменты, которые... Интересно проходить, да? Типа, сами головоломки интересны. Давайте я быстренько добегу тогда до той двери. Хотя... Я могу без записи это сделать. Зачем мне запись, так ведь? Хотя, ладно. Сейчас мы заспидраним на этот момент, просто да и все. Зачем мы быстро заспидраним на этот момент... До того, где у нас с вами этот был право на выбор. Ну, блин, там недолго, но мне придется все равно перепроходить игру. Я не помню просто, в какие моменты у нас была эта херня. И что моя голоса была исключительно выбрала, чтобы напомнить вам, что я не часть твоей пациентной хернии. Там, где была у нас кровь... Это с ямой меня интересует момент. Также меня интересует... Момент... Это с лестницей. Можно было попасть бы тогда наверх или нет. Ну, когда я потом упадали. Ну, здесь много всякого такого. Так, вот, первый докажется здесь. Верь. Ну, поехали. Внимание, вы сошлись с маршрута ориентации. Институт 1 считает безопасным пациента включить элементы пирамиды корпоративные в целях обезопасности пациента и будут принимать силы различных степеней. Пожалуйста, вернитесь на маршрут ориентации. То есть здесь, на самом деле, не очень так значительно, да? Ну, ладно. Тогда продолжу, когда дойду до следующей. Вот, следующий. Это у нас, получается, пятый уровень. Жалко, что не пишет, как уровень называется. И вот как раз яма. Давайте прыгнем. Ага. То есть, хоть так, хоть так мне нужно было это пройти, да? Да, хорошо. Здесь тоже, значит, ни на что это дело не влияет. И да, я, короче, посмотрел сейчас. Ну, как посмотрел. Когда бежал, да, чтоб, типа, не делать. Двери же мог я взять с собой. Ах, а мы с вами, блядь, клонировали эти. Можно было просто дверь взять. И всё. И не клонировать вот эти вот фигульки. Есть ещё такой вариант, как я вижу, загрузки. The level is landing. Так, это у нас, кажется, как раз момент с часами и с кликами, да? Нет. Подожди, а где у нас из-за клика вырубалось это? Блин, я на самом деле не помню. И если что, вот эти проигрыватели можно не на шумоте пробегать и не сами запуститься. Так, вот, как раз этот момент, связанный с тем, что нужно успеть добежать. Давайте, попытаемся. Так, не сами, просто бежим, бежим. Докуда, докуда успеет бежать? Смотрим и бежим. А-а-а. Проснись. Короче, нам просто пишут. Проснись, проснись. Короче, видите, что, оказывается, здесь находится. Так, вернее, остается два-три варианта, которых я еще хотел проверить. С будильниками я не помню, какой-то уровень. Будильники. С подъемом. И там еще есть, я сейчас покажу. Ладно, я вам все равно тоже показал. А в выбор уровня, вот, пробел намасался. И ретроспектива. Ретроспектива, я вот не знаю, это, скорее всего, куда последнее вот это были время. А, смотрите, здесь нет. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Я не помню, где у нас время отскакивало. Точно? Кукольный домик это был? Или кубизм. Давайте, ладно, я пробил, тогда запущу и дойдем как раз до той лестницы. О, у нас даже такая есть загрузка. Тысячу процентов. Короче, если эту пропасть перепрыгнуть, ничего не будет. Так, вот как раз проход, который у нас идет вверх, да? Пойдемте попробуем. Либо это одно из двух, либо это подъем, либо просто изображение. Типа подъема. А, отсюда даже пройти не могу. Ммм, печаль. Так, ладненько. Больше там ни хера не было. Давайте тогда посмотрим ретроспектива, что это. И я хочу посмотреть, что уж, где же эти странные будильники у нас были. Поэтому полетели сюда. Если это то, что возвращает меня во времени, типа, что время просыпаться, тогда это скорее всего оно. Если пробел... Значит, это еще одна серия. А-а-а-а, вот. Нет. Вот логущий момент. С пробуждением, да? Да, все. Значит, что мы делаем? Мы делаем то, что я теперь ищу, где находится... ...с часами. Вот, я нашел. Я нашел с часами эту херь. Это, короче... Забейте. Уровень был, получается, перед... ...перед, перед, перед... ...кукольным домиком. А, то есть мне нужно было обязательно на него нажимать, да? Ну, получается, что да. А, вот я мог не нажимать. А, здесь прохода, видите, больше никаких нету. Да, вот так вот. Ну, мы помним с вами, что здесь картина. Ну, блин, ну, в принципе, все. Типа, мы с вами поняли, это кукольный домик был. И в нем вот эта вся херня. А, не, подождите, это не кукольный домик. Это перед тем, помните, когда была ошибка? То, что я вам показал. Где нужно было это просто ждать, а там еще, типа, кровавый... ...проход, типа, текай-текай, типа того. Вот, как раз этот момент. На самом деле, здесь все же довольно все просто. И знаете, оно вообще почти время не будет забирать. На прохождение. То есть, можно просто бежать, и за час вы пройдете грузово. Так вот, там купили. Так вот, там, купили. Так вот, там, купили. Ну, да. Так, я здесь, да, у меня вопросы были связаны с... Скорее всего, нет, у меня просто это забаговало, и мне поэтому подбросило. Хотя, кто его знает, если попытаться... Может быть, даже я и смогу забраться. Ну, во-первых, мне нужны материалы. Ну, видите, оно падает именно так. А мне нужно вот так хотя бы. Ага, ага, ага. Так, наша дверь там. Сейчас попытаюсь забрать кусочки, так, чтобы при этом я не упал никуда. А так я могу, в принципе, отсюда потом забраться. Сейчас мы с вами лестницу из четырех этих сделаем. Эээ, видите, вот оно падает. И все. Немножко, чтобы оно бочком падало. Вот, вот так где-то. Ой-ой-ой-ой. Ёлки-палки. Я боюсь, что у меня сейчас это еще уничтожат. Ладно, подожди, давай я отсюда. Начну. С угла. Вот, вот так. Блядь. Оно, видите, превращается в маленькую и падает. Ну, что-то типа вот так, да. Так, это я забрал сюда. Смотрели, хватит ли мне туда вот забраться. Сейчас мы это попробуем. Так, это я не буду убирать, потому что меня придерживает. Хотя... У меня остается, получается, лестница только и вот эта досочка. Я попытаюсь железную эту балку взять, если что, и за счет нее. Мне просто интересно, что там. Так, не просрать ее. Вот это сейчас будет довольно тяжелое, понять, как ее туда засунуть. Как ее туда засунуть. Нужно так, чтобы она еще и за угол зацепилась. Так оно ляжет. Так, оно тоже ляжет. Так, это граммофон, но оно... От граммофона не зацепится. Как оно у меня тогда зацепилось? Кто помнит? Да. Походу, это уже не в моей юрисдикции. Она просто скатывается. Ну, вот так можно. Ладно, я не заберусь. Ладно, давайте тогда... Главное меню. И, в принципе, на этом закончим. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и всем... До встречи в следующих игр. Всем пока.